Говорит Черкесск В студии Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Почти на 60% готово здание Ледового дворца в Карачаевске. В республике продолжается голосование за благоустройство общественных территорий. До его завершения остается чуть больше двух недель. На майских выходных 45% гостей республики отдыхали на курортах Карачаевской гейси впервые. И в эти дни в архозе пройдет слет добровольцев Северокавказского федерального округа. Далее подробно об этих и других событиях. В правительстве Карачаевской кейси прошло заседание Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, на котором обсудили подготовку к предстоящей летней кампании, комментирует министр образования и науки республики Инна Кравченко. С 15 мая на сайтах всех образовательных организаций должны появиться актуальные информационные блоги по горячим линиям. Раз. В каждой образовательной организации в управлениях образования. А также все загородные лагеря размещают эту информацию. И информационный блог о том, где можно приобрести путевки, какая категория граждан может пользоваться бесплатными путевками и какая категория граждан подпадает под платные путевки. Порядка 12 500 детей в Карачао-Черкесе будут охвачены различными видами летнего оздоровительного отдыха в текущем году. В частности, в загородных лагерях планируется охватить отдыхом около 4 тысяч детей, в пришкольных – более 6 тысяч. Малозатратными формами отдыха – более 2,5 тысяч детей, 70% из которых должны быть дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети, участников специальной военной операции и прибывших из новых регионов России. В течение лета планируется организовать по 3-4 потока, по 14 и 21 день, в том числе профильные смены для детей, находящихся на разных видах профилактического учета, профильные смены для активистов российского движения детей и молодежи, смены для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также смены для активистов движения «Юнармия» и «ЮИД» и другие. Министр образования и науки Республики Инна Кравченко ознакомилась с ходом строительства одного из крупнейших образовательных организаций в регионе – школы на 960 ученических мест в Учкикене. Вместе с первым заместителем главы администрации Малакарачаевского района Исмаилом Семеновым они осмотрели строящееся здание, которое уже готово более чем на 80%. На сегодняшний день полностью завершены работы по возведению монолитного каркаса здания, завершен монтаж кровли блоков В и В, а в настоящее время активно ведутся работы по монтажу вентилируемого фасада здания, возведению гипсокартонных перегородок, а также монтажу системы вентиляции, электроснабжения и отопления и отделочные работы. В блоке А начатой работы по монтажу кровли и зенитного фонаря установлена блочно-модульная котельная, от которой проложены сети теплоснабжения, как в новое здание, так и старый корпус школы. В Карачаевске продолжается строительство масштабного ледового дворца, готовность которого на сегодняшний день составляет 58%. До того же полностью собран каркас сооружения, завершен монтаж самого ледового поля. Сейчас здесь ведутся работы по возведению стен и перегородок, а в процессе также установка холодильного оборудования. На выходе это будет двухэтажное здание общей площадью более 4000 квадратных метров, ледовый каток размером 60 на 30 метров, залы для хореографии, силовых тренировок и 180 зрительских трибун. Пропускная способность для массового катания ледового катка составит 230 человек, а для тренировочного процесса – 50. 1 июля прошлого года вступил в силу федеральный закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а с 1 сентября – новые правила об аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. И теперь в России формируется единый реестр экскурсоводов, попасть в который могут только аттестованные специалисты, а остальные без соответствующего документа с 1 июля текущего года уже не смогут работать в этой сфере. По замыслу законодателя, аттестация позволит повысить качество услуги и очистить рынок от нелегалов. Информацию комментирует начальник отдела развития туристско-рекреационного комплекса и курорта в Министерство туризма и курорта в Республике Алибек-Хубьев. Следует отметить, что соискатели, имеющие уже стаж более трех лет, они могут допускаться к выполнению практического задания без прохождения тестирования. Новые правила также ограничивают возможность иностранцам работать гидами. Эти требования направлены на формирование у гостей правильного, достоверного представления о нашем регионе, о его культурных и исторических особенностях. В рамках НАЦ-проекта «Безопасные качественные дороги» на автомобильной трассе межмуниципального значения Узжигута-Терезе продолжается реконструкция моста через реку Джигута. В планах у дорожника ввести обновленный мост в эксплуатацию к концу осени этого года. Подробности у главного инженера управления Карача-Чекецкого автодорма Аяда Хутова. У нас здесь строительство данного моста идет по новому направлению. Мы уходим от 90-градусного поворота, который сейчас находится на данном месте. Также у нас здесь очаг аварийности. За счет того, что мы спрямляем на промывание движения, у нас будет более ровная дорога, и мы уйдем от этих ДТП. До конца 2023 года будет объект введен в эксплуатацию полностью, и движение мы пустим ориентировочно к концу осени по новому мосту. В Черкесске сотрудниками полиции пресечена попытка передачи в СИЗО сильнодействующих веществ. В комнате приема передачи посылок СИЗО задержали 33-летнего жителя республиканской столицы. Молодой человек пытался передать содержащемуся под стражей 36-летнему мужчине шесть одноразовых пакетиков кофе, в которых, согласно справке экспертно-криминалистического центра МВД по Карача-Чекесе, находилось несколько граммов пригабалина. Он внесен в список сильнодействующих. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Верховный суд Карача-Чекесе рассмотрит уголовное дело в отношении семерых заключенных в СИЗО Черкеска, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в следственном изоляторе в феврале прошлого года. Подробности у Елены Дармаграевой, старшего помощника прокурора Карача-Чекесе по взаимодействию со СМИ и общественностью. Прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи заключенных, содержащихся в следственном изоляторе. Они обвиняются по статье 210 прим Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации «Массовые беспорядки». По версии следствия, один из обвиняемых, занимающий лидирующее положение в преступной иерархии, в период с 17 февраля по 5 марта 2022 года организовал массовые беспорядки в следственном изоляторе, дав сигнал к их началу. Поддерживая его указания, соучастники преступления, игнорируя правила внутреннего распорядка следственного изолятора, стали оказывать неповиновение сотрудникам учреждения, сопровождая свои действия погромами и поджогами имущества. Вследствие чего был дестабилизирован порядок содержания под стражей и отбывания наказания, создана угроза жизни и здоровью значительного числа людей, уничтожено и повреждено имущество учреждения на сумму около 500 тысяч рублей. Их противоправные действия были пресечены сотрудниками администрации следственного изолятора. После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Верховный суд Карачаева Черкесской Республики для рассмотрения по существу. Сотрудники оригинального МВД установили подозреваемого в 19 фактах мошенничества. Следственными отделами ОМВД по Усть-Джигутинскому и Малокорчавскому районам возбуждены 19 уголовных дел в отношении 30-летней жительницы Усть-Джигуты, работника одного из образовательных учреждений. Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренных статьей мошенничества. Установлено, что фигурантка вводила в заблуждение жителей республики, обещая помощь в оформлении различных социальных выплат. За свои услуги она получала от доверчивых граждан от 10 до 25 тысяч рублей и не исполняла взятые на себя обязательства. Впрочем, как выяснилось, она и не имела такой возможности. Таким образом, злоумышленница обманула 13 жителей Малокорчавского района и 6 жителей Усть-Джигутинского муниципального образования. Жители республики могут проголосовать за благоустройство общественных территорий в пяти населенных пунктах региона. С 15 апреля по 31 мая жители Карачао-Черкесии в возрасте от 14 лет могут принять участие во всенародном голосовании за благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут преображены в следующем году. В этом году принять участие в развитии родного города или поселка могут жители пяти населенных пунктов республики. Так, в Черкесске будут выбирать между Покровским парком и возможностью благоустроить новую аллею на улице Красноармейской. Во втором по величине городе Усть-Джигуте при активном участии горожан может быть благоустроен Сквера Победы, а в микрорайоне Московском – аллея вблизи местного пруда. Карачаевск претендует на благоустройство двух аллей в центре города, а живописная Тиберда может получить субсидию на благоустройство общественной территории на улице Кирова или Домбайской. Проголосовать могут все желающие. На базе Карачаевского государственного университета имени Умара Алиева прошла международная научно-практическая конференция «Клычевские чтения», которая в этом году привлекла ученых, исследователей и педагогов из Москвы, Дагестана, Адыгеи, Карачаевского государственного университета имени Умара Алиева Мероприятие проводится с 1972 года, начав свою работу как семинар учителей родных языков и на сегодняшний день подняв свой статус до международной конференции. Ключевые доклады конференции были посвящены основам концептуализации физического состояния человека, стратегии государственной национальной политики оригинального уровня на примере Карача-Черкесии, вопросам взаимодействия и взаимообогащения языков, истории становления и развития лингвистического абазиноведения, а также основным способом выявления родства древнего хатского и современных абхазо-адыгских языков в состоянии и перспективах зарождающегося адыгского языкознания в Турции. С 16 по 19 мая в Архызе пройдет слет добровольцев Северокавказского федерального округа. Площадка соберет лучших представителей добровольчества. Основной задачей мероприятия является развитие добровольчества в сфере чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательных работ. Участникам предстоит пройти тренинги и практические занятия по оказанию первой доврачебной помощи и работе в кризисных ситуациях. Главная цель слета – создание площадки для добровольцев, которые смогут обмениваться опытом и лучшими практиками, а также поддерживать связь между регионами Северокавказского федерального округа. Ну и в завершении информационного выпуска новости спорта. Кикбоксеры Черкеска стали бронзовыми призерами первенства России. Воспитанники спортивной школы номер 6 города Никита Меркулов и Ислам Каракетов стали победителями первенства России по кикбоксингу в Кемерово. В соревнованиях участвовали более тысячи спортсменов из 63 регионов страны в возрасте от 7 до 18 лет, прошедших строгий отбор. При такой высокой конкуренции Меркулов стал бронзовым призером среди юниора в весовой категории до 60 килограммов, а Каракета в весовой категории 81 килограмм среди старших юношей. Кроме того, серебряной призеркой состязаний стала Ангелина Щербакова. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В горах местами плюс 8-13 и выше 2,5 тысяч метров лавина опасна. В Черкесске преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Столбик к километрам поднимется до отметки плюс 22. Субтитры создавал DimaTorzok Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нерова.